Мусорных контейнеров нет, а гора есть, когда решат проблему на Московском шоссе. Снег асфальту не помеха, где ремонт дорожного полотна продолжают, несмотря на погоду. Рейтинг пресс-служб составили в Рязани, каким организациям нечего скрывать. Устанавливают горки, заливают каток, когда откроется новогодняя деревня. Снегопад еще не закончился, как и ремонт дорог. На пересечении улиц Спортивной и Дзержинского пешеходную зону украшает новый асфальт. На месте побывала наша съемочная группа. Справа 10-сантиметровые сугробы, слева новенький асфальт. Его закончили укладывать буквально три минуты назад. От поверхности еще идет пар, а рядом уже бегут ручьи, лежат лужи, а местами даже образовалось наледь. Люди в шоке. Многие снимают ремонтные работы на телефон. Безобразие, все испортятся. Деньги уже украли, естественно. Отчетность надо сдавать. Сейчас это все сделают, потом все сломается. Асфальт разрушится, будут заново класть, снова деньги попилят. Безобразие. Я думала, здесь что-то провалилось даже. Страшно ходить по таким дорогам, такую погоду. Сказать ничего не могу. Но это, конечно, безобразие. Что от этого асфальта останется через год или через полгода. Так что, в разуме этих людей, которые устраивают такую укладку асфальта. В разуме их и умудри. Я думаю, что не хватает все-таки нашему руководству немножко мудрости и немножко, так скажем, я не знаю, культуры, что ли, обслуживания населения. Пешеходная зона около пересечения улиц Спортивной и Дзержинского не была такой уж разбитой. Более того, под слоем снега асфальта вообще не видно. Зачем понадобилось ремонтировать дорогу в декабре, остается загадкой. Тем не менее, сейчас около 60 метров дороги украшает новый асфальт. Есть начальники у этого производства, начальник бригады, кто ему приказал, кто приказал его начальнику в министерство пойти спросить, Они довольны этим вообще? Кому это нравится? Кто это хочет? Хоть один министр или кто-нибудь, кто ответственный за это, знает, что это здесь происходит? Ведь этих людей надо в тюрьму посадить. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Контейнеры утонули под слоем мусора, однако жителей это не останавливает. На территории забывшей кинофабрики скопилась гора бытовых отходов. Вывозить их некому, ведь управляющая компания дома сменилась совсем недавно. В ситуации разобрался Валерий Седов. Перед домом номер 35, корпус 1 на улице Московское шоссе, мусорная куча ростом с человека. Проблема эта, к сожалению, систематическая. Как бы бытовые отходы не вывозили, они вновь появляются. Даже невзирая на то, что, по словам местных жителей, контейнеры убрали несколько месяцев назад, люди продолжают выбрасывать мусор, видимо, по привычке, на старое место. Я знаю, приезжала один раз, видела вот такая машина, забирала. А буквально, наверное, она нам все даже не забрала, потому что я буквально на второй день, потому что я живу туда, в том районе, в другом, вот. И на второй день, кажется, я иду, и мне кажется, она такая же. А вот дом выбрасываете, это ихнее все. А их, а те все отказались, они бесхозные. Они бесхозные эти люди. В сети стали появляться разные версии произошедшего. И что во всем этом вина управляющей компании, ведь такая гора мусора за один день не появится. Другие винили жильцов, мол, не платят за обслуживание дома, вот от них и отказались. Однако, правда, оказалось куда прозаичнее. ЖУ номер 8, бывшая управляющая компания дома, заключила с ними договор всего на один год. С 1 июля 2017 года до 1 июля 2018. Мы вышли к людям на собрание, предложили им новый договор, новый тариф, экономически обоснованный, потому что у них там предстоят большие работы. Люди отказались, поэтому мы не расторгали, у нас просто кончился договор. Тариф на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома берется не с потолка, а рассчитывается в зависимости от необходимых работ, которые должны выполнить управляющая компания в течение года. Люди новый тариф не устроил, а договор они заключать не стали. Жители дома 35, корпус 1 начали искать новую управляющую компанию. Вот только мусорные контейнеры так и продолжали заполняться. И вывозила их все та же управляющая компания. Приказом ГЖИ у нас исключили этот дом из лицензии, как я уже сказала, 1 июля. Еще три месяца, то есть июль, август, сентябрь, мы вывозили мусор и обслуживали дом. Потом, после трех месяцев, мусор уже мы вывозить перестали, но аварийные заявки мы делали вплоть до 3 декабря. Так в последний раз было выведено 40 кубометров мусора. Вот только ничего людей не остановило. Ни стая бродячих собак, которые ела из этой кучи, ни крысы, которые стали завсегдатаями в районе. Мусор продолжали выбрасывать. Совсем недавно появилась информация, что жители дома нашли новую управляющую компанию. Мы документы получили только вчера. То, что мы его обслуживаем. И мусор будет вывозиться на следующей неделе. И, естественно, в течение одного дня вывезти такой объем мусора, который там есть, это невозможно. И этот мусор складывается не только с 35-го дома, а со всех ближайших домов. В скором времени горы бытовых отходов не станет. Послужит ли это уроком для жителей близлежащих домов не выбрасывать мусор туда, откуда его не вывозят, неизвестно. И станет ли такая ситуация примером для неплательщиков, управляющих компаниям, также останется тайной. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. Форум социальных технологий стартовал в Рязанском государственном радиотехническом университете. В течение двух дней участников ждут мастер-классы, дискуссии и стратегические сессии по социальному предпринимательству. А также защита собственных идей. На открытии форума побывала наша съемочная группа. Предложения по изменению Рязани к лучшему звучат в каждом докладе. Ведь выступающие будущие социальные предприниматели, они уже нашли острую проблему и готовы взяться за ее решение. Защита проектов проходит в рамках форума социальных технологий, который организовал Рязанский государственный радиотехнический университет. Опыт, приобретенный в результате наших мероприятий, все равно окажется очень и очень важным, потому что он важен и в научной работе, и в конструкторских разработках, и в преподавательской деятельности. Этим все пронизано. Форум стал заключительным этапом молодежного каворкинг-центра социального предпринимательства. Летом РГРТУ выиграл грант Росмолодежи на его проведение. Более трех месяцев 310 студентов посещали образовательную программу и разрабатывали собственные бизнес-идеи. Уже в этом году было привлечено федеральное экстракль социального бюджета более 15 миллионов именно на реализацию социально значимых проектов. Уверен, что с учетом работы данного каворика и эта сумма, и количество социальных проектов в РЖД только будет увеличиваться. Свои идеи молодые инноваторы разрабатывали в рамках пяти номинаций. Это «Моя социальная инициатива», «Мой профессиональный выбор», «Мой город, мой дом», «Мой вуз» и «Моя разработка». 40 лучших проектов предстали на суд экспертов. У пожилых людей, у людей с проблемами, у людей, которые испытывают какие-то жизненные трудности и не могут найти ответа в официальных государственных региональных органах власти, они получают этот ответ у тех энтузиастов, которые занимаются проблемами социальной поддержки, социального предпринимательства граждан. Среди членов жюри – профессора и действующие предприниматели. Те, кто не понаслышке, знают обо всех трудностях ведения бизнеса. Одним из экспертов стал Виталий Суслов, лучший предприниматель России 2018 года в номинации «Социальное предпринимательство». Он точно знает, о чем нужно спросить и по каким критериям выставлять оценки. «Самое главное, чтобы это была финансовая устойчивость. После финансовой устойчивости или наравне с финансовой устойчивостью должно быть грамотная команда специалистов, в которых есть результат. Потому что без результата не будет финансов. Форум продлится два дня. Помимо защиты проектов на площадках Рязанского государственного радиотехнического университета пройдут мастер-классы и круглые столы, а также стратегические сессии, которые помогут участникам глубже погрузиться в проблемы региона и вывести свои проекты на новый уровень. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рейтинг пресс-служб составили в Рязани. В регионе прошло медиа-исследование, в котором приняли участие редакторы, коммерческие директора и журналисты. Они оставили отзывы о работе служб внешней коммуникации, государственных и коммерческих структур. Подробнее расскажет Мария Рудая. Секреты успешного сотрудничества. 30 респондентов из разных интернет-медиа, радио и телевидения оставили свои отзывы о работе служб внешних коммуникаций самых разных компаний. Оценки выставлялись по десятибальной шкале и учитывалось общее мнение. При этом результаты удивили всех. Государственные и общественные организации оказались сильно позади коммерческих организаций. Так лидером стала строительная компания «Зеленый сад». За нее проголосовали почти 90% опрошенных. Это не просто умение работать, это большое желание работать в нашей компании со всеми СМИ. Мы со всеми взаимодействуем, со всеми открыты. Исполняем много коммерческих, и не только коммерческих, и благотворительных проектов. И мне приятно вспомнить, что деревня Деда Мороза, которую город в этом году делает репликацию, и прекрасный парад флагов в День Победы, это идеи нашей пресс-службы, которые были реализованы у нас в городе, и именно они были результатом нашей победы в этом году. В процентном соотношении строительная компания «Зеленый сад» опередила на 10% госструктуру. И все благодаря плодотворной, слаженной работе. Продвигаем работу в интернет-пространстве и, естественно, в медиапространстве, потому что одно от другого сейчас уже неразделимо. Среди государственных организаций первое место заняла пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области. Большинство журналистов признались, эта награда заслуженная. Для нас, прежде всего, это открытость, это полнота информации, которую мы предоставляем СМИ, объективность ее, за которую мы отвечаем, и я непосредственно как представитель пресс-службы. И, конечно же, оперативность, все то, что вы ждете от нас в первую очередь. Это своего рода общественно-журналистский контроль. Впервые представители медиа-сообщества региона смогли поделиться своими впечатлениями о работе с предприятиями и организациями. Никогда раньше, никогда прежде журналисты не могли высказать свое мнение в отношении тех, кто с ними работает. В отношении журналистов никто не стеснялся высказывать мнение. Однако мнение журналистов почему-то даже не было какого-то открытого канала, где они могли бы, например, пожаловаться или, наоборот, восхититься чьей-либо работой. Этот рейтинг позволил показать те пресс-службы, те отделы маркетинга и рекламы, которые работают образцово, и те, которые работают, никак не работают. Голосование было анонимным. Именно это, по словам Николая Мальцева, сделало рейтинг более объективным. Кстати, он и стал главным организатором и идеологом медиа-исследования. Самое главное, что подобный опыт планируют продолжить и в следующем году. Тогда можно будет проследить динамику и охватить больше респондентов и пресс-служб. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В День добровольца поздравления принимали не только те, кто помогает организовывать мероприятия – экологические и медицинские волонтеры, но и пожарные. Их в Рязанской области более 10 тысяч человек. Торжественное мероприятие состоялось в Доме общественных организаций. Наиболее отличившимся вручили ведомственные награды МЧС России и награды от Всероссийского добровольного пожарного общества. Стоит отметить, что добровольные пожарные также, как и сотрудники МЧС, участвуют в тушении пожаров, поддерживают общественный порядок и помогают обеспечивать пожарную безопасность на территории населенных пунктов и лесных массивов. С начала года их подразделения самостоятельно потушили три пожара и ликвидировали 117 возгораний. Новогодняя деревня в Рязанском лесопарке заработает 20 декабря. Сейчас идут основные приготовления. Собираются заливать каток, устанавливают сцену и горки, прокатиться на которых смогут и дети, и взрослые. Какие сюрпризы приготовили для рязанцев, знает Дина Исляева. В этой комнате будет находиться трон, на котором будет сидеть наш главный волшебник. Резиденцию Деда Мороза строят из сосновых бревен. Точной даты, когда состоится праздничное открытие, нет, скорее всего, 20 декабря. В резиденции можно будет пообщаться с Дедом Морозом, написать письмо с пожеланиями. Все дома резиденции строятся как капитальные здания. После Нового года их не будут разбирать и вывозить. Поэтому решили сделать круглогодичную резиденцию, круглогодичную интерактивную площадку, которую каждый сезон будет давать горожанам что-то новое. То есть зимой это резиденция Деда Мороза, весной, осенью, летом – это уже какая-то другая тематика. Бесплатный каток планируется залить уже на этой неделе. Если погода позволит, для этого уже привезли ограждение. Каток займет территорию между скульптурой медведя и елкой. Рядом установят ярмарочные палатки, привезут в лесопарк и новогодних животных – оленей. Что же касается праздничной площадки, то она будет в новом месте. Главную сцену установят напротив елки. Она будет тоже деревянной, как и резиденции Деда Мороза. Рядом с ней расположатся две горки – детская и взрослая. Две разных горки для детей и взрослых решили сделать, чтобы все желающие смогли покататься. В целях избежания попадания детей на горку для взрослых, то есть проходной режим будет осуществляться и по росту, и по возрасту, чтобы у нас все это было безопасно, чтобы не было никакой давки. Для жителей города еще приготовили сюрпризы, которые, как и программу мероприятий, руководство лесопарка пока не разглашает. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Праздник вкуса и разнообразия в Рязани с 6 по 16 декабря работает выставка продажи особенностей национальных вкусов. Специи, чаи, мед, мясные деликатесы и еще множество других продуктов, которые так полюбились рязанцам, можно приобрести в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. От Абхазии до Камчатки такова география привезенных в Рязань продуктов. Уникальные по своей рецептуре, способу производства и натуральному составу. Эти кулинарные произведения способны украсить как праздничный стол, так и будничное меню. Икра здесь высочайшего качества, как говорится, икринка к икринке. А рыба выловлена в чистейших камчатских водах. Чавыча, кижуч, семга, белуга. Прежде чем купить, все можно попробовать. А добавить новые краски в, казалось бы, привычные блюда. Помогут специи. Более 40 видов уникальных и пикантных приправ, среди которых соль сванская и абхазская, гранат и меритинский шафран. И это далеко не все. Также мы привезли вам настоящие хмели-сунели. Купаж из 16 трав идет. Есть ореховая универсальная. Ее можно везде добавлять. Холодной зимой о теплом летнем дне напомнит чай с ягодами и травами. Яркий, насыщенный аромат чая ручной сборки подарит истинные моменты наслаждения. Из 30 видов каждый найдет свой вкус. Это самый северный чай, который собирается в горах Большого Сочи. Купажирование мы проводим сами. Добавки все собираются тоже в горах. Все полезное, все вкусное. Не только вкусные ягоды, но и цветочки, и травы. Чтобы чаепитие было еще более приятным, на выставке продажи можно приобрести вкуснейшую варенье и экологически чистый горный мед, собранный на высоте 800 метров над уровнем моря. Янтарный цвет сладкого лакомства, помимо гастрономического, подарит эстетическое удовольствие и укрепит здоровье. Пасеки наши находятся высоко в горах. Вот там нет ни заводов, ни автомобилей. Каштановый мед очень полезный для сердечно-сосудистой системы. Отдельное место занимает царица стола – аджика. Два вида аджики. Одна из них является редкостью в России. Не встретить такого в принципе. Также много видов соусов, растых. Михаил не в первый раз приехал познакомиться с особенностями национальных вкусов. Говорит, нравится ассортимент и качество. Признается, купил всего понемногу. Икру, сыр, специи. В супермаркете просто зачастую нет таких вещей, таких продуктов. Я не знаю каких, например. Ну вот, выдержанных сыров таких, по крайней мере, не видел. Изюминкой выставки является то, что абсолютно все можно попробовать и принимать решение, полагаясь исключительно на собственный вкус. А в преддверии Нового года все деликатесы особенно просятся на праздничный стол. Орехи, сладости, мясные деликатесы. Такие, как суджук из оленины, баранины, телятины и конины. Оленина в красном вине, сыры и еще много других уникальных продуктов можно приобрести ежедневно на выставке продажи «Особенности национальных вкусов», которая работает с 6 по 16 декабря в торговом центре «Премьер» на третьем этаже с 10 до 20 часов. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь, хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко, каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка», недалеко от Рязани, в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27-55-55. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин